А теперь по поводу министра иностранных дел Турции, Крыма и так далее. Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью Российской Федерации. И прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания. Если им, так сказать, не надоело слышать от Москвы соответствующие реприманы и соответствующие напоминания и одёргивания, ну, значит, они, люди, наверное, терпеливые. Но это ни к чему не приводит, кроме к тому, что мы, так сказать, делаем соответствующие выводы, которые явно не идут в пользу развития двусторонних отношений. Поэтому мы фиксируем это же не только в контексте выбранных процессов, но и ряда других. То есть будем делать выводы? Ну, вопрос-то в другом, понимаете, это же очень важно, что, вот видите, выборы парламент на территории Крыма они не признают. Выборы президента на территории Крыма они не признают. Выборы, не выборы, а, так сказать, общенациональное, общенародное волеизъявление, которое имело место год назад, они тоже на территории Крыма не признают. Референдум они 14-го года не признают. И тогда вопрос, а что тогда признают? Ну, где тот образец, от которого они отталкиваются? Вот я назвала несколько форм народного волеизъявления. Несколько форм. Мало того, из года в год, ну, я имею в виду в символическом значении, от, так сказать, электорального процесса к электоральному процессу, Крым переподтверждает, переподтверждает свой выбор 14-го года. Что тогда еще нужно продемонстрировать международному сообществу для того, чтобы вот такие отдельные голоса сказали, что теперь они признают, или теперь этот электоральный процесс проходит правильно. Ну, отталкиваться, это очень важный момент. Ну, если ты не согласен с чем-то, ты должен понять, или ты должен сказать, где твой стандарт. А еще очень хотелось бы, конечно...